Канады, Торонто и я буду сегодня проводить занятия как обычно по воскресенье в 13.00 по времени Торонто мы проводим уже на протяжении 5-6 лет, 5-6 лет проводим занятия практически постоянно. Итак, сегодня я расскажу о компании Аксесс Маркетинг. У нас в общем-то идут хорошие новости, да, хорошие новости нас ожидают в ближайшее время. Я не буду о них говорить, их предоставит компания в ближайшее время. Я только скажу, что мы поднимаемся в рамки, да, поднимаемся среди всех мировых сайтов, поднимаемся вверх. И я вот только что посмотрел, только что посмотрел. Если еще недавно, совсем недавно мы были на очень дальних местах, да, на очень дальних местах, когда-то были даже и на стотысячных местах, да, то есть у нас не видно было. Сегодня мы на 401 месте, да, то есть это очень хорошая информация. Среди всех мировых сайтов, да, то есть не просто где-то там в Милтоне, да, на сайтах в Милтоне, это среди мировых сайтов. Если вы сравните с компаниями, которые вы знаете, то увидите, что 401 место в мире сегодня это хорошее место. Хотя наш президент говорит, что мы будем на первом месте. На первом месте. А почему, да, вопрос такой, а почему? Прежде всего потому, что мы в правильной индустрии. Индустрия называется интернет-реклама. Это правильная индустрия. И сегодня в мире тратят деньги на эту индустрию. И тратят огромные деньги. Сегодня тратят полтора триллиона долларов на эту индустрию. Понятно, что правильная индустрия. Но еще правильнее будет сказать, что ближайшие несколько лет тратить будут в мире 15 триллионов, да, то есть не миллионов, не биллионов, не миллиардов, а триллионов. Это я даже не могу назвать, что это такое. Потому что это много очень, да, триллионов. И, конечно же, мы с вами от этих триллионов, да, сегодня пока это полтора триллиона, отстегиваем какие-то деньги. Отстегиваем эти деньги. Наш продукт – реклама. Наш главный продукт – реклама. А вспомогательные продукты, да, поскольку один может поставить рекламу, другой не может. Одному нужна помощь определенная, другому нужно вообще все помочь. Поэтому у нас все, что нужно для того, чтобы помочь людям поставить рекламу, причем от новичка до профессионала. Все, что нужно. А если чего-то еще нет сегодня, значит будет. Вот так я квалифицирую. Поскольку индустрия развивающаяся, да, поскольку все это развивается, и вы знаете, насколько вообще все это летит вперед. Причем главное у нас направление – это мобильные телефоны. То есть реклама на мобильном телефоне. Понятно, если можно сделать ее на мобильном, то однозначно можно сделать на всех других носителях. Почему на мобильном? Потому что мобильные телефоны сегодня для людей, ну это как жизнь. Ну представьте себе, что вы вышли из дома и забыли мобильный телефон. Все, вы отсоединены от мира, вы отключены, как батарейка. Все, вы нервничаете, да. То есть вы вышли и забыли телефон, все равно, что вас нет, никто с вами связаться не может. То есть полный, так сказать, полный дискомфорт. Поэтому у нас взято направление – все на мобильные телефоны. И на нас работают специалисты, лучшие специалисты в мире. Сегодня набранные специалисты высочайшего класса. Они работают в многих офисах. У нас не один офис, а много. Но главный наш офис в Силиконовой долине. Итак, кто же все это организовал? Компанию организовал основатель, да, компанию. Тот, кто открыл, тот, кто задумал. Всегда я говорю, что ошибка советской власти, ошибка коммунизма в том, что она всегда была оторвана от экономики. Да, ошибка была в том, что он говорил, что пролетариат, да, создает жизнь, да, или, скажем, создает энергию, да, то есть что как бы первична материя. Ошибка всего капитала Маркса, да, что материя первична, а сознание вторична. На самом деле, я считаю, что мысль создает материю, да, не было бы мысли, вот не придумал бы Стив Реннер, бы не придумал бы компанию, мы бы с вами не могли там работать. Поэтому если, скажем, собственники не организуют дело, тогда рабочие не смогут создать прибыль. Карл Марк сказал, что прибыль создают рабочие, да. Рабочие работают на производстве, и они на самом деле, прибыль создает мысль, мысль первична. То есть я как бы пересмотрел свое отношение, я раньше тоже так думал, что первична все-таки материя. Нет, мысль привычна. Мы должны сначала придумать что-то, а потом это все дальше создается. Поэтому Стив Реннер в 1998 году, вот представьте себе, сколько лет назад, прошло уже, считайте, 16 лет, он придумал то, чем мы пользуемся сегодня. Он придумал поисковик, который был создан лишь только в 2011 году. Он придумал это в 1998 году. Он придумал, что на базе этого поисковика, как на телеге, можно двигать рекламу, можно двигать все. И так оно произошло. Наш главный поисковик это телега. Аксесс.ком это наш поисковик. Сегодня этот поисковик находится на 401 месте. Причем если вы посмотрите на Алекса, как идет развитие, развитие идет все время по спирали. По спирали и синусоидообразно. То есть нормально, как сердце двигается, да. Знаете, когда вы построите диаграмму веяния сердца, получается такая, знаете, вверх-вниз, такие вот и вперед продвигающиеся кривые. Вот то же самое примерно так. То есть поэтому развитие правильное, нормальное, значит, все это будет жить. Вы знаете, компания, которая прошла 5 лет, я всегда рекомендую именно на эти компании обращать внимание. Потому что они уже выжили, прожили свои самые тяжелые времена, и эти компании уже идут вперед. Компания Аксесс.маркетинг, она образована была в 2006 году, то есть задумана в 98 году, но образована в 2006 году и в 2008 году была запущена в том виде, в котором мы видим ее сегодня. То есть начиная с 2008 года, маркетинг-план не менялся. Это очень важно. Правила установлены и правила соблюдаются, а меняются только в лучшую сторону. Улучшается продукция, улучшаются виды оплат дополнительные. И люди, которые вошли, в основном русская группа вошла в компанию в 2009 году, и я вам скажу, эта группа действует по сегодняшний день. Лидеры, которые сюда вошли, они работают по сегодняшний день. О чем это говорит? Это говорит о том, что проверено, мин нет, и этим можно заниматься. И чем же этим? И почему мы занимаемся? Несмотря на то, что главный продукт это реклама, и все сопутствующие и вспомогательные бизнесы, и проекты, и сайты, которые сопутствуют для того, чтобы построить рекламу. Но, но, я должен вам сказать, что я лично вошел сюда не ради рекламы. И многие люди сюда пришли не ради рекламы. Хотя бы без рекламы не было бы и бизнеса. Потому что многие из нас, они не имели в то время бизнесов для того, чтобы его рекламировать. Почему же эти люди сюда пришли? Почему сюда пришло столько людей? Я скажу за себя, я не буду говорить за других, я скажу для себя. Я сюда пришел, потому что я увидел главный продукт, который называется возможность заработка. Точка. Повторяю. Я лично, потому что я же не могу говорить за других людей, я же не могу залезть к ним в голову. Но я могу предположить, что они делают то же, многие сделали то же самое. Я сюда вошел для того, чтобы была возможность, что здесь есть возможность заработка. И это продукт для меня самое главное. Но со временем, поскольку мы здесь зарабатываем рекламу, и когда я заработал много рекламы лично, я начал думать о создании бизнеса, который я мог бы рекламировать. И придумал. То есть как бы от обратного я шел. Но очень важно, реклама это очень важно, потому что реклама это то, что дает нам гарантии, гарантии, что этот бизнес законный, легальный и будет жить долго. Может быть всегда, ну всегда что-то заканчивается. Но я думаю, что в ближайшие там 20-30 лет, 20-30 лет и дальше, я думаю, что нам хватит. Этот бизнес запланирован. Этот запланирован. Если кто-то что-то не придумает лучшее. Но, то, что сегодня придумал Стив Реннер, и в том виде, в котором это сегодня осуществляется, и на что тратятся огромные средства. Я иногда думаю, вот если бы мне самому пришлось бы создавать такую компанию. Сколько нужно денег? Огромные средства. Это огромные средства. То есть, каждый человек должен подумать, что для нас создано предложение, кто-то создал для того, чтобы мы имели возможность работать, сидя дома в тапочках, как я называю, да, в тапочках и работать и при этом зарабатывать. Я вам скажу, что все начинается с чего-то маленького, да. Когда-то у нас, когда начинался этот бизнес, еще, я помню, в 2008 году, в 2009 году, когда мы только начинали, здесь был один программист, один сегодня более сотни, причем был один, как вам сказать, самоучка, да, а сегодня более сотни и профессионалов. Ну, вы знаете, всегда, даже Боинг когда-то начинался с табуретки, да, то есть, Боинг, который выпускает самолеты, когда-то выпускал табуретки для людей. Вот представьте себе, эти табуретки залетали, да, начали летать сначала эти табуретки, а потом они превратились в серьезные самолеты. Поэтому, я думаю, что есть смысл сегодня новеньким, да, рассмотреть наше предложение, которое мы на сегодня говорим, и подумать, и принять решение. Что же за реклама? Реклама четырех видов, да, четырех видов, это текстовая, баннерная, мобильная и реклама сайта. И должен вам сказать, реклама очень сильно совершенствуется, очень сильно совершенствуется, вид сегодняшней рекламы, и рекламы, там, скажем, лет три-четыре назад, ну, как день и ночь. Настолько вот мы усовершенствовались. И это только начало, потому что, то, что придумано сегодня компанией Аксесс Маркетинг, оно только усиливается, только улучшается, и будет лучше, и лучше, и лучше, и лучше, и продуктов будет все больше, и более высокого качества, более высокого качества. Я, как бы, выделил бы два направления здесь, да, два направления. Первое направление это продукция, да, это реклама, и второе направление это, раз есть хорошая реклама, раз есть хороший продукт, то, конечно, на нем можно заработать. То есть, второе направление это заработок, но видов реклам очень много и видов заработков тоже очень много почему? ну вы понимаете жизнь она многогранна и сложна поэтому многие люди новые которые сюда приходят они иногда путаются они как бы путаются в системе им как бы становится сложно поэтому я рекомендую я рекомендую сразу не становиться профессором по продукту ну вы же сразу не идете в 10 класс когда вы идете в школу вы идете сначала в первый в первом там более простые вещи чем в 10 классе хотя может быть оно примерно по сложности то же самое человек со временем готов или как вы скажем едете ночью вы не видите всю картину куда вы едете проехали 100 метров видите следующий метр освещается еще 100 метров следующие 100 метров и так далее то есть надо сделать так чтобы не было сложно чтобы это было просто чем проще мы будем работать и чем проще мы будем людям другим объяснять тем лучше будет результат главные вещи нужно понять что компания в правильной индустрии компания легальная законная и официальная и все что вы зарабатываете легально законно и официально и люди которых вы приглашаете деньги не потеряют потому что у нас такая система когда заходит он не только покупает продукцию но он имеет может купить имеет возможности купить айпоинты которые начинают ему давать прибыль с первого дня хотя на эту прибыль я не рекомендую рассчитывать но в самом худшем случае в самом так сказать плохом развитии событий человек самое худшее за несколько лет он начинает потихонечку от этой прибыли зарабатывать деньги и в конечном итоге он деньги потраченные на рекламу возвращает практически 100% то есть в самом худшем случае я когда заходил я себя так и прикинул ну не получится у меня ничего ну в крайнем случае свои деньги заберу и как бы нормально а если получится лучше будет развитие то уже конечно и речи не может быть то есть если хорошо при самом худшем развитии событий то понятно что если событие будет идти лучше то будет еще лучше еще лучше поэтому что нужно делать что нужно делать я рекомендую допустим новеньким людям заходить и сначала начинать слушать тех людей которые уже что-то знают в этом бизнесе но для того чтобы время не терять сразу пригласить своих близких друзей и знакомых и слушать вместе чем это хорошо первое во первых обучаетесь вы раз и второе в то же самое время обучается группа которая под вами почему нужна вам эта группа потому что компания занимается рекламой в интернете главное в интернете главное слово вообще в интернете это трафик надо выучить в интернете одно слово трафик если трафик хороший значит в интернете все идет хорошо если трафик плохой значит в интернете все идет плохо трафик многие люди там путая начинают говорить пирамида еще какие-то слова я никогда не спорю я говорю ну хорошо ну пусть будет пирамида что плохого в слове пирамида но зато это не финансовая пирамида зато это не обман зато это легально и законно Но когда мне люди начинают возражать, я говорю, а что делать вот с этим? И начинаем показывать. Ты можешь говорить, что это плохо. А когда я им покажу, просто покажу один раз, то есть все сразу меняется. Люди преображаются моментально. И когда я им говорю, что это не за год и даже не за месяц, а за день, все настроение, так сказать, всем хочется сразу куда-то бежать. Но для того, чтобы это показать, вам показать, у вас должно что-то быть. Поэтому вначале все-таки нужно поработать. Поэтому кто считает, что можно сюда войти и не работать, то есть халява, потому что сегодня очень много проектов таких, что говорят, вот зайди и будешь получать. Просто так. Я говорю, тогда тебе не сюда, тогда тебе идти нужно туда. Люди идут туда, а потом через год или через два, а есть некоторые через пять, возвращаются, говорят, извини, мы уже все испробовали, мы уже все поняли и лишних вопросов уже не задают. Поэтому главное построить трафик. То есть ту сеть, которую мы строим, это не сеть, это трафик. Я всегда сравниваю это с рестораном. Я говорю, вот ты открыл ресторан. Как ты думаешь, если в этом ресторане будешь кушать только ты сам? Лично ты. Ты заработаешь много денег? То есть сразу все становится понятно. То есть нужно, чтобы приходили другие люди. То же самое у нас рекламный бизнес. Понимаете? Чем больше людей будут участвовать в вашем трафике, тем лучше реклама, тем больше денег от рекламы. Другого ничего не бывает, как тот же ресторан. Поэтому либо вы приглашаете других людей, либо я вам сочувствую, как я сказал. Хотя вы свои деньги не проиграете. Но наша задача не проиграть, а заработать. Правильно? Я не хочу, чтобы вы не заработали. Это одно направление. Второе направление – это люди, которым просто нужна реклама. Этим людям я просто рад за них, что они сюда пришли. Почему? Потому что если они то же самое придут, потратят в другое место, где платят за рекламу, им деньги никто никогда не вернет. Придите сегодня в Google, заплатите за рекламу. Во-первых, дорого. А во-вторых, никто не вернет ни копейки. Можете написать в Google, пришли мне доллар за то, что я тебе привел еще 100 человек или 1000. Ни копейки не получите. У них такая система. Не думаю, что они плохие. У них система такая. У нас другая система. То, что вы покупаете рекламу, во-первых, дешевле. Второе, я вам объясняю, что если вы что-то чуть-чуть будете делать, то, что я буду говорить, то вы будете деньги за рекламу возвращать назад потихоньку. В конечном итоге, сколько можно. Я не знаю, когда. Мне говорят, когда я верну. Сколько в день. Я говорю, кто может знать, какая у нас будет прибыль. Вы можете знать, если вы открываете компанию, сколько у вас сегодня будет прибыли. Не знаю, сколько будет прибыли. И вообще рассчитывать на прибыль, это самое последнее дело. Многие люди сразу, сколько прибыли будет. Не надо рассчитывать на прибыль. Прибыль это как подарок. Пришло хорошо, классно. Больше, меньше, какая разница. У нас есть другие выплаты, я вам покажу, где можно гарантированно зарабатывать. Но прибыль тоже неплохо, когда что-то дают. И в конечном итоге, человек получит 100% по айпоинтам. 100% по айпоинтам человек получает. Поэтому какая разница, когда. Лучше будут у нас дела, будет раньше. Хуже будет позже. Лучше будем работать, получим раньше, хуже позже. Не имеет значения. Но главное, что. Мы купили рекламу, которая все равно нам нужна. То есть мы так и так бы потратили деньги. Но, если мы будем делать маленькие действия, небольшие, ежедневно, мы будем деньги за рекламу возвращать назад. Разве плохая концепция? Прекрасная концепция. Все равно, что вы пришли в магазин, купили колбасу, которая все равно вам нужна. Вы же не пришли в магазин купить колбасу для того, чтобы сделать прибыль магазину. Вы говорите, я пришел за колбасой. Вы купили колбасу, а вам говорят, вот делай какие-то маленькие действия, деньги за колбасу, получишь назад. То есть плохая концепция. Концепция прекрасная. Плюс, очень важный момент в компании нашей, который многие вообще даже о нем не говорят об этом моменте. Они его даже не понимают. Это оно естественным образом принимается. А я считаю, что это вообще самое главное на самом деле. Потому что наша жизнь идет для того, чтобы мы развивались. Так вот, очень важное в компании то, что в компании обучает. Здесь люди получают образование. Бесплатное, да, как когда-то. Хотя бесплатное образование не ценится. Так мы устроены. Все, что бесплатное, оно не ценится. Вот. Но тем не менее, оно есть. Сейчас мы вспоминаем, что у нас было в Советском Союзе прекрасное бесплатное образование, прекрасное. И ценим только сегодня. В тот момент, когда мы нам давали это бесплатно, никто не ценил. Это принималось естественно. То есть то, что человек имеет, он воспринимает всегда естественно. Он только начинает понимать, когда начинает что-то болеть. То есть вы же не обращаете внимания, что у вас рука не болит. А вот когда он начинает болеть, вы тогда на нее обращаете внимания. Когда что-то у нас функционирует нормально и естественно, Мы на это внимание не обращаем. Так вот, в компании Аксесс Маркетинг люди получают образование и в области рекламы, и в области многих продуктов. И у нас есть еще, как бы, мы ведем такие иногда разговоры по поводу совершенствования личности совершенно в другом направлении, которое важно для того, чтобы преуспеть в своей жизни. Да, без этого я вообще считаю, и мы с вами говорили неоднократно, и многие уже поняли, многие пересмотрели свое отношение, многие изменили свое отношение к жизни, что без начала работы над собой у человека вообще ничего не произойдет. Сколько бы он компаний не менял, сколько бы он мест жительства своего не менял, куда бы он не уехал, он свои мозги везде везет за собой. Он не может брать свои мозги, да. Если сейчас, знаете, в медицине серьезнейший прорыв произошел, и люди смогут скоро менять все органы практически, да, все органы будут менять. То есть, идет дело к тому, что люди будут жить до 150 лет. И сегодня уже многие богатые люди себе могут это позволить, да, могут позволить такие вещи, которые... Процесс старения, то есть деление клетки идет назад, не вперед, а назад. И люди не стареют, а молодеют. И вот уже я очень много вещей читал, когда люди, которые уже этим занимаются, у них все возвращается назад. Мощина исчезает, там, кто там исчезает. То есть, все возвращается назад. Процесс старения люди могут остановить. Поэтому очень важно сохранить то, что человек имеет, и все, что у него есть, он может поменять в конечном итоге. Но мозги нет, к сожалению. Мозги остаются те же самые. Многие люди, я вот уже 27 лет в миграции, я обращаю внимание, что люди хотят убежать от чего-то, да, убегают там, но живут точно так же. Где бы человек ни жил, он всегда живет в соответствии со своими мозгами. Для того, чтобы изменить жизнь к лучшему, человек должен изменить свои мозги, мысли, которые принадлежат ему. Нету другого пути. Поэтому, эту главную мысль, которую мы ведем на протяжении фактически всех наших занятий, многие люди, в конечном итоге, пришли к этому. Пришли к этому. И очень важный момент, важный момент, что компании не надо фактически, наши продукты не нужно перевозить через какие-то границы, посылать их физически, проходить какие-то таможни, да, это очень важный момент. И эти вещи, эти моменты люди многие даже не обращают внимания, что есть разница, скажем, продавать какой-то, я не знаю, это самый лучший продукт, хлеб там или там все что угодно, телефон, есть разница между этим и рекламой. И когда вы этим позанимаетесь, вы поймете, что реклама это комфортно, удобно, лучше, чем золото, да, лучше, чем золото. Почему? Потому что у золота фиксированная цена, фиксированная цена, и все ее знают, эту цену. Вы не можете человеку продать золото дороже, чем оно стоит на рынке, вы не можете это сделать. Реклама у нас, это такой продукт, который фактически, когда уже ее вы сделали, она ничего не стоит, но она нужна всем. Вы можете себе представить? Но компания, поскольку она владеет этой рекламой, конечно, продает ее за деньги. Причем можно брать любые деньги, но самое главное, самое главное, что прибыль очень высокая, огромная прибыль на рекламе. Вы не можете получить большую прибыль на хлебе, потому что тоже все знают, сколько цена. Вы не можете пойти в магазине, поставить хлеб там, который стоит 3 или 2 доллара, поставить его по 100 долларов. Да кто его купит? Реклама, это идет рыночная цена, поскольку другие продают дороже. А если мы продаем дешевле, люди идут туда, где дешевле. Плюс наш бизнес, плюс наш бизнес, он приспособлен для всех остальных бизнесов, для того, чтобы они продвигали свои бизнесы. То есть любой человек, который имеет любой бизнес, ему выгодна наша компания. Любой человек, у которого нету никакого бизнеса, ему выгодна наша компания, потому что здесь есть возможность заработать бизнес, заработать деньги и заработать рекламу, чтобы открыть второй бизнес. Или третий, или четвертый, или десятый. Поэтому компания Аксесс Маркетинг, она выгодна практически для любого человека. Для любого человека, потому что каждому человеку, каждому человеку есть что сказать в интернете, и каждый человек может на этой основе построить бизнес. То есть когда у вас есть реклама, и вы допустим просто домохозяйка, и знаете как приготовить хороший борщ, вы на этом можете делать огромные деньги. Рассказывайте, запишите видео, у нас множество продуктов, которые вам в этом помогут. Запишите видео, расскажите, разбейте на части, и в этом видео рекламируйте себя же и продвигайте себя же. И я уверен, что если каждый человек будет заниматься тем, что ему очень нравится, да, то, что он будет делать с любовью, с радостью, всегда найдутся люди, которые захотят его повторить или послушать, или которым будет это интересно. А у нас множество продуктов, множество, это и Webcast, который вы сейчас видите, да, это и множество, и Webcast Pro, да, чтобы, Webcast Gram, Webgram Pro, чтобы создавать видео, это и Site Builder, это и Access Local, чтобы делать локальную рекламу, это и Business Listing, это и Classified, и много, 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 много всего, да, много, много, много всего. Можно это все эти продукты посмотреть, у нас есть много видео, записи, где более подробно на этих продуктах рассказывается, да, есть у нас множество презентаций ведется, и компания делает презентации, где об этом все расскажет, и плюс у нас сейчас выходят новые продукты, где мы все опять по новой будем повторять, поэтому о продуктах много, много всего. Как я уже сказал, у нас технологический офис главный по конкретному адресу, который вы видите на картинке и он находится физически в силиконовой долине и в этом офисе сейчас уже ведется очень серьезная работа по продуктам, которые мы увидим в ближайшее время. Даже я думаю, что в ближайшие несколько, в ближайшие дни, еще в апреле мы увидим много всего интересного и ведется подготовка к продуктам, которые люди захотят, скажем, через год, через два и через три и через четыре. То есть ведется работа по профилактике, да, то есть по предупреждению. То есть мы начинаем думать о тех продуктах, которые людям понадобятся, которые они захотят покупать через три, четыре, пять и так далее. Есть специальные люди, которые этим занимаются. Центральные, специальные направления, да, вы видите вот это вот разными цветами, это отдельные направления работы нашей компании, где каждое направление это огромный-огромный бизнес, да. Я вам скажу, если просто рассмотреть WeCash Payment систему, у нас миллионы транзакций ежедневно, как сказал наш президент, не каждый банк, не каждый денежный банк имеет столько транзакций с деньгами, сколько имеем мы, сколько имеем мы. Ну и плюс другие, скажем, скоро мы увидим Rewards, Redim, да, систему новую обновленную, Access Marketing система, да, V-Webs, это система работы с интернетными различными программами, Webcast, это система работы с видео, бизнес и сервисы, это для рекламы, для оказания помощи бизнесам делать сервисы. Ну и все это вместе взятое на мобильных телефонах, как отдельное направление. У нас в ближайшие дни, да, мы с вами будем знакомиться с очень интересным продуктом, который называется, который называется Q-Chat. Q-Chat, я думаю, это будет гвоздь наших продуктов, где, как говорят, гвоздь программы, и Стив Реннер говорит, что здесь будет только Q-Chat, будут пользоваться порядка 50 миллионов человек. 50 миллионов человек, вот такие планы, да, поэтому такое количество и у нас обслуживающего персонала, такое количество на разных языках суппорта, у нас можно получить суппорт на разных языках, в том числе и на русском языке. И я вам скажу, что очень приятно, когда вы просто набираете телефон, и вам в мире девочки и мальчики, да, там есть и мальчик, и девочки, отвечают на русском языке на любой вопрос, который у вас возникает в голове. Любой вопрос. А вы знаете, что у нас вопросы возникают разные, и хорошие, и плохие, и они любезно отвечают на все вопросы. И я думаю, что о Q-Chat я сейчас говорить не буду, я думаю, что в ближайшее время мы с вами уже будем его испытывать, испытывать и с ним работать. Ну, должен сказать, что мне, например, нравится функция, во-первых, это будет удобно в телефоне, да, тот же Skype, но в телефоне, да, тот же Skype, но бесплатно, тот же Skype, можете везде кругом звонить бесплатно, и как бы тот же Skype, он у вас всегда с собой, и самое главное, самое главное, я думаю, что он может заменить имейлы. Имейлы, где вы имейлы получаете в реальном времени, они никуда не исчезают, без всяких реклам дополнительных, чтобы в имейле сегодня разобраться невозможно, полно реклам идет. Ну, и самое главное, имейл получить вовремя, потому что иногда мы приходим вечером и получаем имейл, который нам надо было прочитать еще утром, и мы таким образом теряем. Когда имейлы в реальном режиме, тут же ответ вопрос, я думаю, что должно быть естественно. Ну, и, конечно, самое главное, это все реклама. Ведь в чем весь фокус-то? Фокус-то подпольный, как говорится, что мы пользуемся с вами рекламами, разными продуктами, интересными там играми, интересными всякими игрушками, скайпами, ну, скайпами в переносном смысле, это ючат наш, да? Но что самое интересное, что все это стоит на платформе поисковой системы и продвигает поисковую систему и одновременно дорожает наша реклама. То есть мы растем в рейтинге на этой основе, и почему так это заняло, такой серьезный перевод на эти рельсы, да? Помните, когда-то переводили, я помню, я был в Бресте, да? И в Бресте там идет польская железная дорога и идет, была советская железная дорога. И там разница была в размере рельсов, расстоянии между рельсами. И вот поезд приходил в Брест из Польши, а дальше все перегружалось на советские вагоны. Это очень сложно, да? Вагоны поездки дальше не шли, дальше Брест. То же самое здесь. Очень большая работа была перевести все на рельсы нашей поисковой системы. И я вам скажу, что серьезные вещи, серьезные вещи будут случаться у нас, и мы скоро с вами станем свидетелем, свидетелем всего этого. Модель наша, многим это понравится, что наша модель это инновационная, прогрессивная, динамическая и не MLM модель. Не MLM модель. Тут я сразу обрадую тех, кто, так сказать, противник MLM, да? Хотя на самом деле здесь ничего плохого нету. Вся жизнь, да, это по рекомендациям, вся наша жизнь построена, все социальные сети построены через рекомендации, все религии мировые построены через рекомендации, и ничего плохого в этом нет. Но многие люди почему-то тормозят на этом деле, ну, чтобы они не тормозили, пусть им будет приятно. Пусть им будет приятно, что у нас not multi-level marketing, да? У нас новый революционный маркетинг план, маркетинговая система, где есть розничные продажи, онлайн продажи, revenue, это вот прибыли. Причем есть несколько видов прибыли, да? Я раньше, если вы посмотрите мои лекции, я там разъясняю, в чем разница между этими прибылями. У нас есть ежедневная прибыль, у нас есть годовая прибыль, да? И плюс есть еще у нас прибыль от клуба учредителей. То есть у нас организован клуб учредителей. В этом клубе можно получать прибыль, да? Прибыль от компании, но не всем одинаково раз, и не все получают эту прибыль. Те, кто выполнил определенные условия, и те, кто выполнил квалификации, кто попал в этот клуб учредителей, они участвуют в дележе этой прибыли. И вы знаете, что на прошлой неделе разделена прибыль и получена уже нами всеми за 2013 год. И нужно сказать, именно за эти деньги, за акционерные деньги, это от клуба учредителей деньги, когда компания выйдет на биржу, а это произойдет в течение нескольких лет ближайших, компания выйдет на биржу, тогда за эти деньги можно будет купить акции со скидкой, потому что у многих полная каша в голове. Сейчас акции не продаются, сейчас мы зарабатываем себе акционерные деньги. Это разные вещи, да? Это деньги клуба учредителей, за которые можно будет купить акции, когда компания выйдет на биржу, в течение нескольких лет, и можно купить акции по сниженным ценам, со скидкой, да? И поэтому эти деньги очень выгодны. Ну, если допустить самое худшее развитие событий, да, самое худшее, что компанию не выведут на акции, да, компания не выйдет на Нью-Йоркскую фондовую биржу, тогда эти деньги людям просто будут, человек может забрать эти деньги. В любом случае, он не обязан покупать акции, он может купить, он может эти деньги положить себе на счет. Они хранятся будут на специальном трастовом счету у специального адвоката, да, и мы сейчас эти деньги получили, и каждый их может увидеть в своем офисе. Понятно, что за прошлый год, за те годы, за будущие годы, еще несколько лет мы соберем какие-то деньги, деньги в клубе учредителей, и многие люди будут участвовать в акционировании очень серьезным образом, очень серьезным образом, и таким образом влиять на действия в компании, да, потому что акционеры влияют, они управляют компанией. Ну и самое важное, самое важное, то, что можно создать таким образом в себе то финансовое будущее уже без работы, да, уже без работы, уже не работая в компании, а просто зарабатывая деньги уже на, именно как акционер, и получая деньги, как акционер один раз в год. Ну, судя по тому, как компания идет вперед, то это для многих может быть очень серьезный сюрприз. Да, очень серьезный сюрприз. Вы знаете, я недавно читал, как Facebook свои акции раздавал, когда они еще были никто. И они вручили там одному человеку, он просто не хотел эти акции, но ему прямо всучили, он говорит, мне деньги нужны, а ему акции дали, которые в то время стоили копейки, да, потому что вы знаете, когда компания выходит на рынок, на биржу, на фондовую, то акции начинаются с копеек. У нас выпущен миллиард акций, и мы сможем купить их за копейки, потому что у кого-то есть там 100 долларов акционерных, это уже хорошо, да, можно бы купить, они, я думаю, стоят будет 100 центов. Так же, как и Facebook и прочие компании, они стоили в начале центов. Так вот, этому человеку, я не помню его фамилия, ему всучили прямо насильно, всучили эти акции. Он там недовольный был, там, обижался и прочее. Так вот, интересный сюрприз, прошло там определенное количество лет, и в прошлом году ему за эти акции насчитали 25 миллиардов долларов. Вот так. А он тогда просил какие-то там пару тысяч, да? Понятно, да, история? То же самое может произойти и здесь. Никто не знает будущее, никто. Но всегда нужно немножечко, немножечко делать действия для тех, которые еще никто не знает, что нужно делать. Я думаю, что мы делаем те действия, и я думаю, что мы с вами можем оказаться в очень серьезном моменте. Итак, аксесс маркетинг, ритейл план, да, розничный план, он имеет конкретные проценты, есть конкретный план. Я тоже не буду про эти цифры говорить, и каждый может посмотреть, потому что всего выплачивается 70% от продажи рекламы. Вы же понимаете, что я сказал перед этим несколько слов, что реклама это лучше, чем хлеб, поэтому 70% это больше, чем 70% от хлеба, да? Ну и от других продуктов. Я почему говорю слепо, потому что все-таки хлеб, я считал раньше, что это самый лучший продукт, потому что кушается каждый день. И 35, и 35% распределяется между нами, причем 35% первое идет в виде обязательных выплат за нашу работу. Вот на что следует обращать внимание. Не на прибыль, хотя прибыль это неплохо, а на первые 35%, которые вы можете зарабатывать гарантированно, ни от кого не завися. Вы знаете, я посмотрел сегодня рейтинг наш, ранг, да? Что мы на 401 месте, и там лидируют многие страны, да? Многие страны. Но что мне интересно, мне понравилась Япония. Они начали только в прошлом году, фактически, в начале года. Причем там лидер, обыкновенная женщина. Я с ней встречался в Лас-Вегасе в этом, в прошлом году, в 13-м году. И она просто серьезно подходит к делу, и серьезно начинает заниматься, изучает, и задает вопросы. И посмотрите, как резко, если вы посмотрите, там, как резко пошла Япония, ну, просто радуется за них внутренности все наши, да? Я радуюсь за них. Мне так приятно, как просто одна женщина сумеет организовать в Японии целый огромный бизнес. Обыкновенная женщина. Поэтому, когда подумаешь, сколько у нас таких вот грамотных людей и инициативных, вы понимаете, и все дело в том, что люди должны понять это, да? Должна какая-то мечта появиться, и они должны понять, и должно пройти действие. Но вы знаете, что интересное? Я вам сейчас скажу очень интересную мысль. Она меня всегда, эта мысль переполняет. Что человек не знает, о чем ему мечтать. До тех пор, пока не видит то, что-то хорошее в руках другого человека. Я все раз повторю. Мы не знаем, от чего мы хотим, пока мы не увидим что-то у другого. И тогда мы начинаем это хотеть. Но те люди, которые могут чего-то хотеть, без того, чтобы видеть у другого, я думаю, что это отдельные люди. И вот эта вот женщина в Японии, я просто, я восхищен ее действиями. Я просто восхищен, как один человек сумел создать такой бизнес с нуля, да? С нуля в Японии она там просто началась с нескольких человек. Ну, конечно, понятно, что результат просто ошеломляющий. Она сегодня зарабатывает наверняка огромные деньги. Наверняка. Наверняка. Потому что ранг в интернете, он связан пропорционально с деньгами, которые идут в наш карман. Конечно, у нас по маркетингу плану у нас есть все необходимые данные, да? Все там есть, все цифры, все это можно посмотреть. Каждый может зайти в офис, все это увидеть. У нас, если кто-то, так сказать, сам не разберется, ему спонсоры расскажут. Если спонсор один не расскажет, расскажет другой спонсор. Не расскажет тот, расскажет десятый спонсор, да? Не расскажет десятый, расскажет суппорт. Суппорт, то есть, не разобраться невозможно. И я вам скажу, цифры говорят сами за себя. Вы видите реальных людей, которые реально зарабатывают больше одного миллиона долларов в год. Реальных денег. Это ни рубли, ни карбованцы, да? Ни гривни. Это доллары, доллары, да? Миллион долларов в год. Это, я считаю, серьезные деньги и выше. Почему серьезные? Потому что получается примерно 3000 в день. Вот вы подумаете, что 3000 в день это хорошие деньги для вас. Сегодня эти деньги можно заработать законно, легально и официально в компании Аксесс Маркетинг. Причем, многие из нас точно знают, как точно знают, но неохота ничего делать многим. Поэтому каждый получает столько, сколько его устраивает, сколько он готов что-то делать. Да? И это, в принципе, нормально. Не каждому нужен миллион. Некоторые получат 3000 в день, они будут знать, что с ними делать. А некоторые у них просто может, этот миллион может их испортить, да? Поэтому каждый себе сам определяет, сколько ему нужно. Собственно говоря, так и получается. Каждый имеет столько, сколько он хочет на самом деле. Я когда так людям говорю, они мне не верят. Когда мне когда-то сказали точно так же, я тоже не поверю. Как-то я имею столько, я хочу много, а этого не имею. Нет, мне сказали. Ты имеешь ровно столько, сколько ты хочешь. Столько, сколько крутится в твоих мозгах. Столько, сколько ты точно знаешь, что ты можешь получить. Ты не можешь получить больше, потому что ты этого не знаешь. Это точно так же, как научиться на велосипеде кататься. Но когда ты это знаешь и понимаешь, и начинаешь в это верить, тогда это приходит легко, самым чудесным образом. Каждый человек получает денег столько, насколько он готов в своей голове принять. Многие с этим не согласятся. Я с вами согласен, что вы не согласны. Но вы не правы. Со временем вы поменяете эту точку зрения. Как только вы точно знаете столько, сколько вы можете получить, вы столько получите. И всегда идет только от знаний. Ну когда человек приходит первый раз на работу, ему же не платят столько, сколько платят через 10 лет. Достаточно об этом подумать, потому что вы на тот момент готовы к тому, что вы получали. Но со временем вы развиваетесь, вы начинаете верить, понимать, и вы получаете столько, насколько вы поверите. Причем себя обмануть невозможно. Можно обмануть любого, да, все что угодно. Себя человек никогда не обманет. Поэтому веру свою тяжело поменять просто словами. Вот я в это верю. Нет. Человек должен это на каком-то особом уровне поверить и прочувствовать. То есть пропустить через то, что постоянно нас контролирует. Через нашу совесть, там, сердце, или там, как-то угодно называйте. Итак, можно заработать много? Можно. Ну я почему говорю, что, так сказать, максимальные цифры? Потому что меньше легче заработать, чем больше. То есть когда человек будет знать и поверить. То есть очень полезно это смотреть. Это очень полезно. Как только мы поверим, что другие могут, а мы не хуже, чем другие, значит мы это тоже можем. Потому что в жизни действует один из законов, да. Мы всегда говорим, что много законов. Но я скажу, один из законов, он говорит о чем? Что любая причина, да, у любого, у любого эффекта в жизни есть причина. У любого эффекта. Это закон причин и следствия. Все, что в жизни происходит, всегда происходит по какой-то причине. Просто так ничего не происходит. Так вот, в чем закон? Если мы повторим эту причину, точно так же ее повторим, то повторится точно так же и этот результат. То есть если мы повторим то, что сделали эти люди, для того, чтобы добиться того, что они добились, то мы получим то же результат, что получат эти люди. Эта японка, она сидела в Лас-Вегасе и записывала, что же делают другие люди. И одна поездка в Лас-Вегас изменила всю ее жизнь практически. Она пытала всех, кого можно, кто получал какой-либо эффект в компании, кстати, с маркетингом. Она подходила и спрашивала, что ты делаешь для того, чтобы получить этот результат. И он ей говорил, она спросила одного, другого, третьего. У одного есть что-то приемлемо, что-то неприемлемо. У другого что-то приемлемо, что-то неприемлемо. У третьего что-то неприемлемо. И самое главное, она поверила в себя, что она это сможет сделать. Она приехала домой и сделала. Она не слушала никого. Знаете, обычно люди слушают своих врагов. А самые большие враги, это те, с кем мы близко находимся в отношениях. Они не хотят, чтобы мы выделялись от них, потому что у нас поменяются отношения. Мы будем другими. Они хотят, чтобы у нас всегда было то, что было всегда. Поэтому, когда мы что-то приходим, там с презентацией, вот послушаем презентацию, и говорим, ох, как все, я сейчас начну что-то делать. А те, с кем мы спим обычно, да? Они говорят, да ты что, ты в жизни не зарабатывал. Иди вон кирпичи на стройку, и все. И у нас все опускается. И иногда, знаете, вот одна фраза, она просто человеку всю жизнь портит. Всю жизнь. То есть он уже как бы все, поверил, изменится, стать хорошим, да? Как говорится. А его назад. Окружение тянет назад. Поэтому опять-таки, наш закон, да? Закон жизни. Что мы являемся теми людьми, которые являются среднеарифметическими, среднеарифметическими нашего окружения. Пятнадцати человек, которые рядом с нами. Вот если возьмем всех наших людей, которые вокруг нас, посмотрим их жизнь, то мы представляем среднее арифметическое от их жизни. И мы не можем выйти из нашего окружения. Не можем. Пока мы из него не выскочим. Мы не можем поменять свою жизнь. Не поменя в окружении. Что значит, мы слушаем этих людей? Что значит, мы изучаем истории людей, которые добились успеха? Это значит, что мы переносим себя в новое окружение. И чем больше мы это будем делать, тем больше мы будем становиться другим человеком. И жизнь изменится автоматически. Окружите себя пятью миллионерами. Пятью. Вы можете ничего не делать. Быть только друзьями пятью миллионеров. И вы станете миллионером. Это закон. Другое дело, как привлечь, чтобы эти пять миллионеров с нами общались. Потому что они же будут двигаться назад. Вот он путь. Вот он закон. Поэтому алкоголик никогда не вырвется из своего окружения, если не подействует более сильная сила. Помните закон инерции мы говорили? Силовек всегда будет двигаться в инерции. До тех пор, пока не подействует сила более сильная и в обратном направлении. Поэтому любой человек имеет возможность вырваться. Для этого ему нужно запустить маятник в обратном направлении. Есть механизм. и он выскочит из своей генетической предрасположенности, куда его затянула жизнь. И он станет другим человеком и поменяет жизнь. Поэтому очень важно человек делать то, что ему нравится. И тогда он получит то, что ему нравится. То, что ему нравится. Вот примерно вот так вот я сегодня хотел вам рассказать о компании Аксесс Маркетинг. Немножко ее как бы может быть не в традиционном виде, немножко с другой стороны. Но я думаю, что я думаю, что в общем-то понятно, о чем идет речь. И достаточно для того, чтобы принять решение нужно это изучать или не нужно. Поэтому главное это, конечно, наши мечты, потому что из этого все складывается. я хочу повторить эту красивую мысль, которая лично меня очень сильно бодрит, что человек обычный человек, он не знает даже, о чем ему мечтать. До тех пор, пока не увидит это в чужих руках. Спасибо и до свидания. Субтитры